Здравствуйте дорогие зрители! Сегодня в нашей программе мы будем говорить о перевооружении российской армии. Проблема эта актуальная. Для того, чтобы понять, насколько хорошо и качественно идет перевооружение нашей армии, мы решили в нашу программу пригласить одного из ведущих экспертов в этой сфере, военного обозревателя ТАСС, Литовкина Виктора Николаевича. Здравствуйте Виктора Николаевича! Добрый день! Виктор Николаевич, вот сегодня поставлена задача перевооружения российских вооруженных сил. Еще совсем недавно, по историческим меркам, речь шла о трех-пяти годах, шести годах, нам говорили о том, что врагов у нас нет, кругом друзья, все пушистые, особенно Соединенные Штаты Америки, и все прекрасно. Что изменилось? Почему это вдруг мы стали вооружаться? Ну, прозрели. Или, другими словами, опохмелились. Потому что, действительно, в начале 90-х годов было такое ощущение, что врагов у нас нет, НАТО нам друзья, Соединенные Штаты наш стратегический партнер, мы теперь будем дружить, будем вместе работать над сохранением мира во всем мире и так далее. И мы разоружались. И мы сократили армию с четырех миллионов. Виктор Николаевич, скажите, пожалуйста, какие задачи по перевооружению российских вооруженных сил и в какие сроки сегодня стоят? Мы к 2020 году, вы уже об этом говорили, мы должны перевооружить вооруженные силы и современные техники на 70%. Первые годы, после 2010 года, шла проектная работа. Результаты этой проектной работы мы видели на Красной площади в мае 2015 года, в мае 2016 года, мы видим это на полигонах, мы видим это в Сирии, результаты этой проектной работы. Когда новая техника начала поступать войска, вот она в Сирию пойдет в 2016, 2017, 2018 годах. В 2020 году должны быть увеличены эти темпы серийного производства этой техники. Вот в 2020 году, отчитаемся, как выполнена госпрограмма вооружения. Вы знаете, что до того ни одна госпрограмма вооружения, которая называлась, там четыре их было до того, она не выполнена была даже на 25%. Сегодня мы не можем говорить, на сколько процентов выполнена эта госпрограмма вооружения. У меня нет таких цифр. Я помню, что говорили о 45% перевооруженных на современную технику в различных видах вооруженных сил. Общая цифра была 45%, ее называл замминистра Юрий Борисов, если вы помните такую цифру. В каких-то видах вооруженных сил гораздо большие проценты, например, в ракетных войсках стратегического назначения, это там до 65% была названа эта цифра. Так что, и судя по ракетным войскам стратегического назначения, они контролируются договором пражским, да, 2010 года. Поэтому здесь достаточно открыты и цифры, и факты, да, по перевооружению. Поэтому мы можем это достаточно легко проверить. Тем более, что супостат наш, он регулярно публикует эти цифры. Мы не всегда их публикуем, а супостат публикует эти цифры. Поэтому эта работа идет, да, она замедлилась, потому что рубль у нас в два раза подешевел, поэтому 20 триллионов, о которых мы говорили, они, наверное, сегодня на уровне 12-13 триллионов. Да, нефть тоже подешевел, и рубль подешевел. Да, у нас разорванные военные технические связи с Украиной, с мотор СИЧ, да, и Заря Маш, и так далее, которые должны были подставлять комплектующие на наши вертолеты, самолеты, корабли надводные, да, но, тем не менее, мы выходим из этой ситуации. Как? Плохо, плохо, но выходим. Как? Как решается замещение мотор СИЧ? Мотор СИЧ решается строительством под Санкт-Петербургом серийного завода по выпуску вертолетных и самолетных и авиационных двигателей. Как движется дело с этим? Там уже работает этот завод. Уже работает, да? Уже выпускает их? Уже выпускает двигатели, да, но они выпускают, конечно, не в таких объемах, как мотор СИЧ выпускал, но мотор СИЧ – это крупнейшее предприятие нашей бывшей общей страны, да, вот, но, тем не менее, выпускает, и мы получаем, вооруженные силы получают вертолеты, и 25-й вертолет, и Ми-28, и К-52 получаем, да, и морские К-52К, и для, как бы, ну, скажем так, для шахопутных войск, мы получаем вертолеты К-52, вот. Так что, насколько они соответствуют планам Министерства обороны количества, да, ну, я не могу здесь утверждать, что они соответствуют один к одному, но они поступают в войск. Какие образцы вооружения новые поступают на вооружение шахопутных войск, и сколько их, если у вас эти данные есть? Ну, сколько у меня нет, безусловно. Вы гарнизуете, насколько они совершены, это вооружение, на мировом уровне, ну, на шахопутных войсках? Ну, вот, например, танк, модернизированный Т-72Б3, прошел танковый биатлон, китайцы выставили против него свой танк тип 96, да? Ну, это старый танк. Ну, он модернизированный у китайцев, да? Ну, старый танк, старый. Ну, у нас тоже Т-72, это старее, чем Т-90, да? Да. И я уж не говорю, что он старее, чем танк на платформе Армата. Ну, об этом объяснил, так и что? Да. Так вот, он выиграл все эти соревнования. Ну, будет вопрос и техники, и личного состава выучки. Да, 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 безусловно, это все вместе взято. Выучка личного состава. Ну, китайцы выучены тоже очень крепко, да, у них... Ну, танк 96, это старая модель, 99 надо было бы сравнивать, Т-2. Ну, 99, если бы привезли, мы бы выкатили Т-90. Может быть, С, да? Вот, не знаю, выкатили, почему китайцы не привезли 99-й, не знаю. Могу догадываться. Бредут тайну. Могу догадываться, да? И почему мы 90-е не выкатили, тоже могу догадываться, да? Но Б-3, считается, кстати, сказать, хоть несмотря на то, что он модернизированный Т-72, и так называется, он потенциалу не уступает Т-90. Я могу согласиться с этим, но это проверяется в конкретном бою, да, боевых действиях. А как, кстати, показали наши танки в боях? В Сирии? Да. Очень неплохо, между прочим. При всем при том, что сирийцы управляют этими танками, и там нет такой защиты, как на Т-72, Б-3, да, как на Т-90 нет. А вот там применялись танки Т-90, два, по разным оценкам, около 20 единиц их. Я видел видеосъемки Ютьюба, да, когда снимали, когда ТОУ стрелял по танку, по-нашему, да, и танк не загорелся. Да, ТОУ его не пробил. Вздрогнул, броню не пробил, наверное, этого самого наводчика или там командира оглушило крепко от удара, но танк завелся и поехал дальше, да. Вот, поэтому говорить о том, что они как-то плохо себя показали, я не могу, да, я видел пример этот. А вот какая артиллерия у нас поступает на вооружение сухопутных войск? Артиллерия вот сегодня рассказали про коалицию СВ, которая поступает у нас на вооружение новое, да. Это развитие гаубицы 152-мм МСТА-С, да, с улучшенными характеристиками, дальше стреляет, чем МСТА-С. У нее стоит цифровая система управления оружием, автоматизированная система заряжания оружия, вот. Привязка к местности через спутники, через беспилотные летательные аппараты, автоматизированная привязка, топопривязка к местности, да, это очень хорошая машина. А как оснащаются наши сухопутные войска беспилотниками? Беспилотниками сегодня оснащаются они, у нас достаточно много беспилотников, да, ударных беспилотников пока нет. Есть беспилотники разведывательные, есть беспилотники, которые занимаются мониторингом, как бы, территория занята противником, да, но ударных пока нет. Вот, когда будут, тогда мы будем говорить. Но у нас есть Искандер, оперативно-тактический комплекс Искандер-М, которого нет ни у кого на Западе, да, таких комплексов, вот. Можно говорить о нем. Сегодня у нас должно быть 18 бригад таких комплексов, уже на сегодняшний день их 12. По крайней мере, в каждом округе по две бригады есть уже, и по третьей бригаде тоже, как бы, создается и получает. А что преимущество нашего Искандера перед американскими атаками? Ну, что только конкуренция, симметрия американских атак. Она не совсем симметрия, но, во-первых, наш Искандер, он находится на одной базе, да, трехколесные, три оси, вот, и все, все находится на одной базе. Там находится три человека, механик-водитель, оператор и командир, которые решают все проблемы. Потом наша ракета, которая летает на расстоянии до 500 километров, она летает не только по баллистической кривой, на определенном участке траектории она может сбросить баллистику и идти к цели, как крылатая ракета, огибая рельеф местности и меняя траекторию полета. Да, 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 да. Вот. И даже приближается к цели на сверхзвуковой скорости. Именно это такое условие преодоления системы противоракетной обороны противника. У боеголовки Искандера есть облик цели, который вводится, да, если туда ввели облик танка, да, или там штаба какого-то, то он не промахнется мимо, не пойдет на другую цель. Вот. Это тоже есть только у нас, нет ни у какого Атакамса, подобных вещей нет. Какое приоритетное направление перевооружения военно-воздушных сил России? Ну, сегодня мы получаем новые истребители Су-35, Су-30 различных модификаций. Мы получаем сегодня фронтовой бомбардировщик Су-34, кстати, тоже, которого ни у кого за рубежом нет подобных самолетов. Ну, это советский самолет. Первый полет в 88-м году был сделан? В 89-м, насколько я помню. Или в 89-м? В 89-м, да. Но он был тогда, в войсках его и близко не было. Это фирма Сухова его отправила на Сахалин и обратно, да, пролетарно. Ну, он отлично сделал. И если бы у нас все было нормально, то мы бы уже к 92-му году имели все это. То есть это оружие... Ну, у нас это надо вопрос к тем людям, которые не хотели его принимать на вооружение. У нас даже и МИД-28 не хотели принимать, да. У нас, вы же помните историю между МИД-28 и К-50? Как они по очереди, да. То один принимает на вооружение, другой не принимает на вооружение. Потом наоборот, потом еще раз наоборот. Ну, что теперь делать? Это болезнь, детские болезни роста. Я не хочу сказать, что это хорошо, но это было. И никуда от этого не денешься. Идет конкуренция. Поэтому я думаю, что истребительные авиации у нас сегодня неплохо. По крайней мере, цифру тысячи истребителей, которая должна быть к 2020 году, мы будем иметь. Вот, я почему-то в этом уверен, абсолютно. Бомбардировщики. Бомбардировщики? Кстати, как ситуация? Фронтовые или дальние бомбардировщики? Для начала, начнем с дальних бомбардировщиков. Ну, с дальних бомбардировщиков у нас пока идет модернизация Ту-22, М-3. Вот, стратегических бомбардировщиков идет модернизация Ту-160. Вот, когда-то у нас их сегодня 15-160, Шойков заказал 50 таких самолетов. Да, но когда они будут 50, это одному богу известно, потому что мы производим не больше двух таких стратегических бомбардировщиков в год. Параллельно проводя модернизацию их. Вот, Ту-95 и МС мы тоже модернизируем их, но, конечно, наверное, не беспредельно, потому что этому самолету уже тоже... Ну, надо заметить, что, когда мне довелось уже генеральные штабы, и мы сопоставляли боевые возможности Ту-95 и Ту-160, с учетом оснащенности их крылатыми ракетами большой дальности, то получилось, что разница небольшая. Сверхзвуковая скорость, вознеобходимость полета на предельно малых высотах, это все прерогатива, все это необходимо при преодолении ПВО. Когда самолет применяет крылатую ракету с дальностью стрельбы 3000 километров, а сейчас появляется ракета Х-101 с дальностью боя 5500 километров, как дается открытые данные, и там же в интернете конструкторы отмечают, что могут сделать ракету с дальностью боя 10 тысяч километров, то зачем ПВО преодолевать? Тогда получается, что все эти достоинства Ту-160, они нивелируются. А по стоимости Ту-160 троекратно дороже 95-го. И что самое интересное, что у Ту-160 свои проблемы, Ту-160 нуждаются в специфическом топливе, который тоже значительно дороже, чем у Ту-95. Эксплуатация Ту-160 значительно в разы дороже, чем у Ту-95. И вот мы тогда говорили о том, что, наверное, стоит возобновить производство именно 95-х. Ну, сейчас разрабатывается стратегический бомбардён, дальше бомбардировщик пятого поколения, нового поколения, да, дальней авиации, ПАК-ДА, да. Вот, он, наверное, как раз вот те недостатки, о которых вы говорите, будет лишён. Потому что он, насколько мне известно, будет дозвуковой, он не будет сверхзвуковым. Вот, и он будет иметь, больший боезапас будет брать на борт и будет летать вот на большее расстояние, чем летают, я имею в виду, без дозаправки в воздухе, чем летают сегодняшние наши стратеги. Вот, но когда он будет, живём, увидим. Понятно. А какие самолёты фронтовой авиации новые будут поступать на урожение сейчас? Фронтовой авиации у нас только Су-34, да, других. Постепенно будет замещать 24-й. Да, 24-й. Хотя сегодня 24-й модернизированы. Вы знаете, что там новый прицельный комплекс, да, поставлен, да, в Сирию они уже воюют с новым прицельным комплексом. По сравнению с тем, что были у нас раньше. Скажите, ну а вот при вооружении ВВС предполагает, что новые самолёты должны иметь хорошо подготовленных пилотов. Это естественно. Как дело идёт с подготовкой кадров? С подготовкой кадров пока серьёзные проблемы, потому что был пропуск подготовки лётчиков, были сокращены лётные училища. Вот, поэтому сегодня проблема эта серьёзная. Но она решается. Люди учатся. Я не думаю, что сегодня такая есть горячка, что срочно надо поставить, как в годы Великой Отечественной войны, на поршневые самолёты сажали сержантов с тремя, с шестимесячными подготовками и выпускали их в бой. Войны нет. Поэтому я думаю, у нас есть запас времени для того, чтобы подготовить этих пилотов. Прошу, скажите, пожалуйста. Я думаю, что эти самолёты заменят и Л-39, и Л-41, которые делали чехи для нас. И это ускорит подготовку наших пилотов. А как идёт дело с обеспечением нашей ВВС вооружением? То есть речь идёт о системах высокоточных авиабомбах, крылатых ракетах большой дальности, ракет тактического радиосодействия, высокоточных ракет, обычных бомб. Как вот с этим делом стоит? Я знаю, что регулярно на международной авиационной выставке «МАКС» у нас в Жуковском концерн тактического ракетного вооружения каждый год выставляет где-то 6-7 новых ракет. Это новых образцов? Да, новых образцов. А поставки войска? Ну, поставки войска зависит от тех заводов, которые их выпускают. Что вы можете этим сказать? Я не обладаю подробной информацией. Хорошо, скажите, пожалуйста, к каким направлениям сейчас идёт перевооружение РВСН? Ну, перевооружение РВСН идёт очень стремительными темпами, очень активно. Сегодня в РВСН ставятся на вооружение новые ракетные комплексы, такие как ЯРС, РС-24, которые могут быть и шахтным базированием, и мобильные грунтовые комплексы, которые могут нести у себя 4 или 6 боеголовок. И вместе с ними создаётся новый ракетный комплекс «Рубеж» РС-26, который будет легче и чуть меньше, чем ЯРС, но он будет грунтовой подвижный комплекс. И он будет поставлен на вооружение нашей сибирской дивизии, потому что там для рубежа как раз удобные цели для его дальности, которые будут созданы. А сколько у него дальности? Ну, дальность у него будет свыше 6-7 тысяч километров. И по кому же он будет стрелять с такой дальности? Ну, не знаю по кому. Из Сибири? Из Иркутской дивизии он ни по кому стрелять не будет, но он будет держать напряжение наших ближайших соседей, которые там есть. Создаётся новая ракета «Сармат», вы знаете, жидкостная, да, которая должна будет летать, у нас она будет в два раза легче, чем воевода, вот, и должна будет летать на очень большие расстояния, вплоть до того, что он её будет запускать, как утверждают конструкторы, через Южный полюс. Это, пока таких ракет у нас не было, да? Были. От предшественника воеводы, РС-36 в глобальном варианте была, она как раз это и предполагала делать. Ну, не знаю, никто не рассказывал. Из-за этого американцы пошли на переговоры по СНГ-1 с Брежневым ещё, в 72-м году. Ну, да, ракета была замечательная, вот, она 10 боеголовок. Имела, и каждый боеголовок по 750 килотонн было, вот, разделяющий головные части, индивидуальное наведение. Ну, ракета 210 тонн весила, огромная ракета. Я видел эти ракеты и в шахте, и в радиусе. А это сколько будет забрасываемый вес? У той ракеты 9 тонн было. Нет, у той ракеты было 8,7, но вы округлилили, а у этой будет 10 тонн забрасываемый вес. 10 тонн. 10 тонн, да. И боеголовок будет около 15. За счёт чего достигается? Тут в два раза легче ракета. Ну, за счёт больше энергии топлива, которая... Более энергетичное. Более энергетичное топливо, это раз. Во-вторых, больше боеголовок, как бы, объясняется тем, что раньше боеголовки было 750 килотонн, да? Вот, потому что точность попадания боеголовки была не очень высокая. Поэтому нужно было очень мощную боеголовку, чтобы она решила те задачи, которые перед ней были поставлены. Сегодня точность достижения цели для наших современных ракет гораздо выше, чем было раньше. Поэтому сегодня боеголовки достаточно 150, 250, 300 килотонн. Поэтому будет увеличено количество боеголовок, но они будут меньше в размерах. Противник чётко знает, что Россия в любом случае нанесёт ему ответ на встречный удар, и он от него не отправится. Ну, ответ на встречный не всегда получится. Чувствительность, чувствительность сегодня, как бы, от ущерба, который может нанести наши ракетные войска, намного выше, чем это было когда-нибудь 20, 30 или 40 лет тому назад. И показывает об этом опыт удара Боингов по Международному торговому центру. Чувствительность к этим поражениям очень высокая в Соединённых Штатах. Поэтому я думаю, что мегатоннный боевой заряд или килотоннный, сотни килотонн, это принципиальной разницы не имеет. Но я не профессор МГБТО, поэтому не я принимаю решение. Ну, и не он тоже. И не он тоже, да. Скажите, пожалуйста, а по каким приоритетным направлениям сейчас предполагается развитие военно-морского флота? Развитие военно-морского флота сегодня идёт по нескольким направлениям, вы знаете, да? Создание стратегических атомных подводных крейсеров Борей. Создаёт ракетные крейсера, вернёмся, стратегического назначения, да? С ракетой твердотопленной Булава на борту, у которой 10 боеголовок. Вот таких у нас уже три в боевом строю стоят. Три ещё на подсходе, и два ещё будут закладываться. Да, они уже... Один крейсер на Северном флоте, два на Тихоокеанском флоте. Вот. Строятся многоцелевые атомные подводные лодки класса Северодвинск, да? Да. Вот. Тоже восемь таких лодок будет. Будут строиться потом новые, они модернизируются, эта подводная лодка. Вот. Будут строиться ещё подводные лодки новые после того, как закончится эта серия. С надводными кораблями пока проблема, вы знаете, да? Из-за того, что у нас развалилась кооперация с Украиной, поэтому наши фрегаты... Газотурбинные. Газотурбинные, да. Они пока притормозили. Но у нас строятся в Северодвинске ракетные корабли, лёгкие ракетные корабли. Малые ракетные корабли. Малые ракетные корабли, которые вооружены крылатой ракеты больших дальностей калибра НК. Вот. И подводные лодки строятся дизельные или не атомные, как сейчас принято говорить, тоже с калибром НК. Да. Это они продемонстрировали свою способность наносить высокоточные удары по позициям противника в Сирии. Вот. Я думаю, что эта программа у нас сегодня выполняется достаточно успешно. И регулярно. Вот. Как дальше будет? Ну, есть разговоры о строительстве авианосца. Вот. Идёт спор, какой он должен быть. Это далёкая. Ну, это далёкая перспектива, потому что у нас до сих пор нет ни одного дока, где можно было бы построить такую авианосцу. Какие сейчас будут приниматься самолёты морской палубной авиации для наших кораблей и вообще морской авиации? Морской авиации. Ну, сегодня у нас взят курс на постановку на корабли, на один единственный пока корабль. Вот. Адмирал флота Советского Союза Кузнецов. МиГ-29К. Да. Он отработан. Правда, лётчики ещё пока не садились. Срывы лётчики на авианосце ещё не садились на этом самолёте. Но они проходят тренировку и в САКах, и пока в этом садились. Уже садились, потому что они пошли с 15 самолётами в Сирию. Ну, там не факт, что они пошли с МИГами. С МИГами пошли, потому что там исправных Су-33 всего 12 машин. Это раз. Во-вторых, Су-33 не несёт оружие, позволяющего носить удары по надземным ценам. Это чистые истребители завоевания господства в воздухе. МИГ-29К там пошли. Вот. И лётчики садились. Другое дело, что там всего 15 самолётов, потому что подготовить необходимое количество пилотов, способных взлетать с палуба авианосца. Нет. Вот 15 самолётов, 15 человек, видимо, экипажей. Спасибо за внимание. Спасибо, Виктор Николаевич.